Почему президент Трамп призывает бойкотировать американский футбол? Как выглядит одежда в стиле фэшн-тех? И что можно найти, если искать 400 лет? Об этом и не только в нашем обзоре. Игроки американского футбола протестуют в США. Во время исполнения гимна перед каждым матчем становятся на колени или же держатся за руки. Выступают против полицейского насилия в отношении темнокожих. Спортсмены ополчились и лично против Трампа. Накануне президент США грубо оскорбил их за то, что не поют гимны и проводят акции. И призвал граждан бойкотировать матчи по американскому футболу. Спасение в швейцарских Альпах. Там чудом не свалился в пропасть автобус с туристами. Остановился в нескольких сантиметрах от обрыва. Авария произошла, потому что водителю стало плохо и он потерял сознание. Всех спас 65-летний пассажир. Он перепрыгнул на водительское кресло и ударил по тормозам. Кроме него в салоне было еще 22 человека. Остановить автобус также помогло ограждение. Нападающий футбольного клуба Paris Saint-Germain Эдинсон Кавани отказался от миллиона евро. Такую сумму игроку предложил катерский шейх, президент ПСЖ. И только за то, чтобы Кавани не бил пенальти. А уступил это право звездному новичку Неймару. Самому дорогому футболисту мира, за которого парижский клуб заплатил 222 миллиона евро. Но очевидно, Кавани хочет сам забивать голы. Новинку для шопоголиков представили в Японии. Смарт-зеркало поможет выбрать одежду по вкусу. Достаточно приложить бирку к сканеру на зеркале, и на нем появится вся информация о товаре. Причем с видео рядом. Консультанты в таком случае не нужны. Смарт-зеркало расскажет, из какого материала, где и когда пошита одежда. Пока что новинку установили в бутиках Йокогамы, но скоро такие хай-тек-зеркала появятся во всех магазинах одежды Японии. Коллекцию высокотехнологической одежды показала в Милане датский дизайнер Анук Випрехт. Для создания своих шедевров она использует цифровые технологии. Свой стиль называет фэшн-тех. Часто наряды печатает на 3D-принтере. Например, вот это платье шевелится на модели. В коллекции датчанки есть модели, украшенные светодиодами и лазерными дальномерами. Картину Рубенса, которую 400 лет считали потерянной, нашли в Шотландии. Долгие годы портрет герцога Бекингема хранился в музее Глазго, но специалисты считали его копией из-за слоя более поздней краски и пыли. Во время реставрации эти наслоения убрали, и оказалось, что картина – это оригинал 1625 года.